Спасибо, Ира. И к следующим новостям. Делегация крымских чиновников посетила Добровскую долину. Посетила она с целью проверки, узнать, как же продвигается ход работ, а строится там 15 дорог. И что в итоге выяснилось? Что подрядчику теперь придется переделывать уже выполненные работы, и причем придется переделывать аж 85% из всего, что было сделано. Потому что работали, к сожалению, спустя рукава. И когда приехала делегация, увидели, что дорожной техники-то толком и нет на тех участках, где якобы велся ремонт, и качество асфальта оставляло желать лучшего. В общем, теперь, конечно же, придется заново браться за это дело. Помимо этого, надо отметить, что на участках проведения работ нет необходимых паспортов, нет схемы движения и многого-многого-многого другого. И, конечно же, все это теперь восстанавливать, переделывать подрядчик будет за собственные средства. Мотивация у него огромнейшая, но также в мотивациях разбирается наш корреспондент Александр Кононов. Это Сережа. Сережа не хочет учиться, а значит, не получит знаний для престижной профессии. Не будь как Сережа. Учись. Если вы сталкивались с такой проблемой, то вы наверняка уже занялись поиском ее решения. Особенно она актуальна среди учащихся старших классов. Учебный сезон в самом разгаре, но многие школьники так до сих пор и не могут настроиться на процесс обучения. У каждого на это есть свои причины. Поэтому родители сейчас ломают голову, что же необходимо делать для того, чтобы их ребенок начал хорошо учиться. Как же его мотивировать, не прибегая к методу кнута? Для того, чтобы вызвать интерес к предметам, нужно быть всегда на одной волне с учениками. Именно поэтому в наше время многие школы стали использовать современные системы мотивации в образовании. Один из вариантов – это преемственность, когда школы проводят творческие встречи учащихся с успешными выпускниками. Когда эти ребята живые, знакомые, родные такие, сидят на сцене и рассказывают о своих успехах, это лучший мотиватор. И мы создаем эти условия. Второй, не менее действенный вариант – объединение в группы для проведения урока по системе обсуждения, когда во время занятий формируются команды по разному уровню знаний. Современный ребенок, он не готов сидеть 45 минут в какой-то стойке послушания. Ему нужно общаться. И вот эта групповая работа, которую вы видели, позволяет высказаться. Ребята спорят, ребята выдвигают свои версии. Кроме этого, существует бонусная система образования, когда школьники принимают участие в олимпиадах от университетов, где баллы за выигранную олимпиаду добавляются к результатам вступительных экзаменов, что помогает обойти других претендентов. Ну и, конечно же, новые формы образования, такие как вебинары и онлайн-мастер-классы. Нежелание учиться нередко говорит о том, что ваш ребенок, возможно, еще не определился с профессией. Тут важно выявить его навыки и способности и помочь ему развить их. Я должен быть примером для всех своих сокоматников, поэтому спорт также мотивирует меня хорошо учиться. Одной из главных мотиваций является внедрение в школы новейшей технологии. Створчество для меня является одной из мотиваций, чтобы получить хорошую профессию и поступить в хороший университет. Остается лишь набраться немного терпения, приложить усилия, и тогда все получится. Трудностей бояться не стоит. Нужно их смело преодолевать и не расстраиваться, ведь самое сложное еще впереди. Александр Кононов, Максим Турчев. Утро нового дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова